А она может в глаза сказать, если ей кто-то не нравится, она вот... Вот видите, вот здесь находится бассейн, стеклянное такое помещение. Всем приветик. Куда побежала? Нет, туда недавно. Обещали сегодня дождь, а нет дождя? Нельзя. Боня? Хорошо, папа вчера полил травку. У нас такие пятна непонятные. Вот тут пятна, это пятна, это все надо отмывать. Вот здесь тоже что-то разлили. Сегодня попробуем. У нас безешки получились, кстати, хотела вам показать. Какие у нас получились безешки. Очень вкусные, но немножечко можно было даже не полтора часа их подержать, а два часа. Потому что внутри чуть-чуть такое мягкое. Андрей, в школе мне не поверили, что мы это сами не сделали. Ну принеси хоть. А, ты это. Я уже принесла. Так мы сделали. На 100 грамм белка 200 грамм сахара. И на водяной бане нужно греть до тех пор, пока сахар не растворится. И потом взбивать минут 15-20, пока оно не станет русским. Так, я сейчас хочу сделать сосиски в тесте, только в слоеном тесте. У меня есть слоеное тесто. Ты этот мультик все хотя бы знаешь. Все порежь сразу и все. Я их буду сейчас закручивать. Все, вот такие сосисочки в тесте получились. Сейчас я уберу в духовку. Все, ждем. Ты уже съела, тебе дали сосиску. Пока там готовится, я загружаю вчерашний рывок. Сосиски там лопнули почему-то. Смотрите, взорвались. Набухли. Завтра еще один день в школе и 4 выходных. Так, все. Влог вышел. Я, как обычно, сижу, читаю комментарии. Тут комментарий был один. Если мы выбрали уже дом. Нет, ребят, мы дом еще не выбрали. Те дома, которые я показывала в видео, один дом, оказывается, уже продают. Его не сдают. Первый дом, который всем понравился, большой. Третий, ой, какой там, а нет, последний дом, это мошенники оказались. А второй дом, тоже неплохой был, его уже арендовали, мы не успели. Вот, поэтому ни один из этих трех домов нам не достался. Поэтому мы опять ищем. Тут комментарий оставили про Бонни. Вот. Можно из Бонни шерсти шить что-нибудь. Вот, правильно. Действительно, я шерсть не выкидываю, я ее складываю в пакетик. Не знаю, для чего. Знаете, такие же игрушки делают из шерсти. Я не знаю, каким способом они это делают. Можно посмотреть и что-нибудь, может быть, какую-то игрушку сделать из шерсти. В общем, собираю я. Напишите, если вы хотите, чтобы я вот так вот отвечала на несколько вопросов в комментариях. Потому что они потом отключаются, и я не успеваю отвечать. Вот вопрос. Почему Ксюша не гуляет с подружками, а Марго гуляет и ездит с ними в магазин, а Ксения нет? Вопрос. Дело в том, что Ксюша, она, конечно, общается с девочками в школе, но они не настолько близкие для нее подружки. Часто задают этот вопрос, почему Маргарита постоянно ходит с подружками куда-то, а Ксюша нет. Во-первых, Ксюша, она, если она не хочет, она не идет. А чаще всего она остается дома. Ну, вот такой вот домашний она человек. Такой близкой подруги, близких друзей пока нет. Она общается, конечно, в школе с одноклассницами. Так вот, она к себе не сразу подпускает людей. Она присматривается, ей нужно какое-то время. Вот, если человек ей не нравится, она просто общаться не будет. Когда мы только переехали, у нее, с ней тоже подружилась одна девочка, одноклассница. И вскоре Ксюша поняла, что эта девочка относится к ней потребительски. Она, когда ей что-то надо, она с Ксюшей общается. Когда ей ничего не надо, она с ней, она далеко от нее. Вот, и Ксюша быстренько ее, в общем, отсекла. Вот, поэтому она очень серьезно к этому относится. Она сначала очень хорошо узнает человека, вот, а потом уже решает подпускать ближе к себе или не подпускать. Поэтому она и на день рождения никого не хочет приглашать, из одноклассников вообще никого. В принципе, я в детстве помню себя. Я была тоже такая. Я была такая же в школе, я особо ни с кем не общалась. Я приходила в школу, я садилась спокойно за парту, такая тихая, спокойная девочка. А Маргоша, Маргоша нет, Маргарита всегда в любой, в любой компании. Даже если она первый раз там кого-то видит, все, она сразу, у нее сразу друзья появляются. Она с самого детства такая общительная, да? Все, она быстро узнает, кого, как зовут, кто где живет, куда ходит, чем занимается. Все быстренько она узнавала. А Ксюша, вот, как и я тоже, мы с ней, нам нужен один друг, хороший друг и надолго. Больше нам никого не надо. Я помню, один раз у меня была подружка, она меня хотела познакомить, у нее была подружка, но я ее не знала. Она меня хотела с ней познакомить. Я так ревновала, я думала, ну как, я же ее подружка, ну как у нее может быть кто-то еще там. И я не хотела знакомиться с этой девочкой, я убегала. Ты мне рассказала. Да, я убегала, она говорила, Аня, подожди, ты здесь постой, я сейчас ее позову, я тебя познакомлю. Она, получается, ушла за подружкой, а я повернулась и побежала, и ушла, в общем. Ну, в итоге она мне познакомилась с ней. Я так, знаешь, так, ну, смотрела, так, знаешь, мне не понравилось, якобы. Сделала такой вид, как бы, да, все, очень приятно, познакомились. Но сама, знаешь, у меня в душе так было. Я никогда так делала. Ты тоже ревнуешь, подружек? Не, ну, когда мне кто-то не нравится, я делаю, что как бы там не нравится. Делаешь вид, что да, но на самом деле нет, да. Ты в глаза не говоришь никогда, что ты мне не нравишься. Вот Ксюша, она может в глаза сказать. Если ей кто-то не нравится, она вот, она все. Не знаю. Ей что-то не нравится, она сразу тебе в лоб скажет все. Может быть, поэтому у нее... Мало друзей. Да, мало друзей, потому что вот, я же говорю, она сразу отсекает всех. Кто ей не нравится, кто вот, она сразу отсекает. Вот, поэтому вот так. Такие разные. Мы поехали, Ксюнь. Поехали мы в магазин за подарочком. Я не знаю, купим, не купим, но мы посмотрим, если что-то найдем. Бонни, иди гулять. 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 Нет, не так она выбежит. Нет, не выбежит. И грустная. Погода грустная. И Маргарита грустная. У нас идет дождь. Смотрите. Два дня порадовались, солнышку и хватит. Дождик льет. У нас есть 50 минут, чтобы найти подарок. Целый квест успокоился. 50 минут. В общем, Ксюша хочет скейтбол. А какой она хочет? А какие колеса должны быть? Вот такие вот маленькие или большие? Вот большие колеса. Не, маленькие. Это уже другой скейтбол. А вот такой ей нужен, да? Изогнутый. Вот. Что-то тут какие-то неяркие вообще. Пенборд. 59, 60. Вон, самокат зеленый есть. Зелененький. Нет, она сказала, что она хочет скейтборд. О, тут что нарисовано? Смотри, какой. Тут что нарисовано? Вау. Черепок. Просто черный. Тут непонятно, что это. Что такое тут? Ага, куклы ей еще. Нет, Ксюша хотела какого-нибудь пушистенького, не знаю, какую-то игрушечку от нас, чтобы с ним спать. Плюшевую. Ну, Мишка у нее есть уже один? Может быть, зайчика? Такой вот зайка. Такой зайка. Или вот такой зайка. Она хотела спать с ним. Знать, что это мы подарили и с ним спать. Чтобы не было. Миран, я вам дроху? Нет. Нет, он не милый совсем. Мне нравится зайка. Мишка у него есть уже. А зайчика еще нет. Нет, лягушка нет. Слоник. Зайчика нет. У него есть один зайчик, но он большой, помнишь, который сидит? Она, видишь, неудобно с большим спать. Он много места занимает. Или элефанты? Нет. Жирафик. Вот она. Вот это вы. Тут овечка еще есть. Смотри, какая. Милая. Овечка. Вот такой Мишка. Папа захватил утку для Каролины. Не смог устоять. Взяли все, что хотели. Еще плюс взяли сладости. Целая сумка. Целый рюкзак у меня сладостей. Сейчас пока вам не покажем, потом увидите во влоге, что мы ей купили. Да, Ксения подумает, что в этом и ей купили. А это Каролине. Утка. У нее же мало вообще, я вижу. Хорошо. Будь здоров. На здоровье. На здоровье. На здоровье. Будь здоров. Не на здоровье. Чики-бомбони. Чики-бомбони. Что у тебя болит? Горла болит? У Ксюши опять аллергия начинается. Опять у нее насморк. Горла болит? Ксюша не хочет идти завтра в школу. Я тоже не хочу. Но Ксюша-то болеет. Я тоже. Что-то неправдоподобно. Ну, тут муха летает, которая всем уже надоела. Прибейте ее кто-нибудь. Мама, бля, 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 бля. Где? Бля, бля. О, май гад. Маргарита. У тебя опять на шампун. Ну-ка, покажи. О, ничего себе. У тебя прям кусками. О, бля, 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 бля. Па, он тебе помогал? Бонючий который, да? И все надо купить, значит. Он закончился. Нет, этот не помогает. Надо тогда еще один, еще раз купить. Опять начинается. Мама, разбуди меня, пожалуйста, завтра. Очень рано утром я пойду по моему голову сегодня. Завтра утром? В шесть, что ли? В шесть. В какой раньше шесть? Тебе в семь пятнадцать выходили. И что? В шесть встанешь. А, да, да. У Ксюши начинается аллергия на цветение. У нее насморк опять. Горло. А я тебе не знаю, что тебе от горла дать. Сироп от кашля. А зачем тебе сироп от кашля, если у тебя аллергическая реакция? Сироп от кашля. Ксюша расчесывает волосы. Эй! Поэтому я и хочу снять. Не надо так себя. Это прям как в видео. Знаешь, где-то было такое видео, девочка себя била расческой. Скажи мне не дать... Смотрите, какая у нее царапина. Вот тут, видите? Девочка сегодня в садике. Возле глаза прошла с палкой. Тебе повезло, что она тебе в глаз не попала. Всех спать уложила. Время уже десять часов. Я сейчас хочу посмотреть новые дома. Появились. Вот такой вот домик. Кстати, он раньше был в объявлении, но потом его убрали. Я подумала, что уже его арендовали, но почему-то он опять вернулся. Я его отметила как понравившийся. Потом он исчез. Вот. Потому что очень хороший дом. Здесь пять комнат. В принципе, цена тоже недорогая. 250 квадратных метров. И он такой с ремонтом тоже. Вот. С мебелью, по-моему, даже. Ну, в принципе, нам мебель не важно. Вот видите, тут всегда встроенный шкаф есть. Поэтому мы с собой не будем брать. Такой вот домик. Терраса наверху. Дворик тоже неплохой, немаленький. Цена его 1950 евро в месяц. Вот. Я опять его сохраню, чтобы не потерять. Давайте посмотрим следующий дом. Опять комнат тоже, но немножко поменьше, чем другой. И дешевле 1500. Так вот выглядит оно внутри. Сдается он вместе с мебелью. Ну, чаще всего можно выбрать. В общем, вы можете решить, если хотите. Без мебели, либо с мебелью. Вот. Такой вот ванной комнаты. Три ванной комнаты. Пять спальных комнат. Яркая такая плитка. Мне не очень нравится. Глаза бросаются сильно. Ну, неплохой тоже домик такой. Бассейн классный. Тут вот. Я так понимаю, это детская часть. Это уже там глубоко. Это комнатка. И с видом на море тоже. Да, вот здесь вот написано мебель. И на кухне. Укомплектованная кухня. Шесть туалетов. Ничего себе. Здесь написано, что там шесть туалетов и пять комнат. Земля 1200 квадратных метров. А дом 140. Домик маленький, но земля большая. Ну, и сейчас еще один покажу, который я нашла. Он немножко подороже, чем другие. Нашла, нашла. У него шесть комнат. Пятьсот девяносто восемь метров квадратных. И две с половиной тысячи аренда. Это, я так понимаю, ластинная. Вход. Вот, видите, вот здесь находится бассейн. Тут стеклянное такое помещение, окна. Вот здесь. Тут красиво так все. Тропинка, цветочки. Ухаживать тоже надо. Еще как бы один тоже момент. Нужно смотреть. Либо там уже кто-то приходит, садовник. Чаще всего к ним уже кто-то приходит. Садовник, который стрижет кусты, ухаживает за цветами. И они в месяц ему платят. Зарплату он приходит, ухаживает. Земля очень большая. Участок земли. 1600 метров квадратных, по-моему. Это гостиная. Там еще наверху комната. Видите, стеклянная. Так, камин. Люблю, когда камин есть. Это столовая. Здесь можно сидеть. И туда вот бассейн. Это кухня. Кухня, конечно, в непонятном стиле в каком-то. Вот эти вот вставочки. Я уже привыкла к белой кухне. И когда вижу кухню цвета дерева, не очень мне нравится. Видите, у него крыша стеклянная. Вот окна. Довольно-таки большой. Не под открытым небом. Вода должна подогреваться. Комнаты тоже большие. По-моему, в каждой комнате есть своя ванная. Если не ошибаюсь. Комната и сразу ванная. Так, тут есть гардеробная. Тоже очень хорошо. Еще одна ванная. Вот эта вот наверху, которую я показывала, что она застекленная. Это непонятно. Это какое-то место, потому что у нас слишком большое для комнаты. Какое-то такое помещение типа офиса. Видите, библиотека, офис. Очень большое помещение. Ванная комната. Еще одна. Это на крыше, скорее всего. Видите? Да. Крыша проходит. Тоже комната большая. На крыше. А это в самом низу. Такой вот домик. Интересный. Гараж очень большой. Тут помещается раз, два, три, аж четыре машины помещаются. Ну, это прям очень большой дом. С одной стороны, конечно же, это хорошо, когда дом большой. Много комнат. Но с другой стороны, за него платить немало. За коммунальные услуги. Поэтому. Плюс еще уборка. Представьте себе. Эта квартира у нас 150 квадратных метров. А если дом 598, то как его нужно? Мыть и убирать? Вот это тоже, конечно. Так что, наверное, скорее всего, это будет слишком большой дом. Очень большой. И целый, это нужно просто каждый день только уборкой заниматься. Было бы хорошо. Где-то, ну, 200-250 квадратных метров. Плюс еще на улице большой участок. Это все нужно убирать, следить. Мне кажется, это очень много работы. Посмотрели сегодня три домика. Ну, последний, скорее всего, нет. Последний я не буду оставлять, потому что это очень большой. Минимум 150, ну, 200. Если там должно быть 5 комнат, 5-6 комнат, то 200-250 метров квадратных. Будет вообще замечательно. Поэтому будем искать дальше. Время у нас, в принципе, есть. Ну что, ребят, буду я заканчивать на этом. Буду собираться тоже спать. Время уже 11 почти. Даже не успела с вами попрощаться, как у меня батарейка села на камере. Ладно, все, ребят, всем пока. Спокойной ночи. Пока-пока.